Залу суда, где мне довелось присутствовать, по поводу того, что сказала Татьяна Щербина, что такое оскорбление чувств. Я задал прокурору и судье вопрос, где есть предел тому, чему человек может оскорбиться. Мы, например, знаем, что талибы чудовищно были оскорблены самим видом буддийских скульптур средневековых, которые они расстреляли. Когда я привел этот пример, сзади меня начались крики. Будда антихрист! Они правильно сделали, что его расстреляли. Я говорю, друзья, но я знаю прекрасно людей, которые считают, что надо сжечь Армитаж, потому что он набит бесстыжими венерами, которые тоже очень многих оскорбляют. Правильно его надо сжечь, сзади были такие крики. И это кавканкианская фотосмагурь, это реальность 21 века, реальность сегодняшней Москвы. Сегодня, мы знаем наш президент, я хочу к нему обратиться, к уважаемому... Ну, мой... Ну, так получилось, наш президент. Как бы ни были фальсифицированы выборы, он наш президент. Я слышал, что он хочет что-то там сделать в Сколково, научный прогресс. Прогресс идет совершенно на определенную сторону. Начинается реальная охота на ведьм. Та охота на ведьм, которая описана в средневековых учебниках. Мы должны понять это совершенно недвусмысленно. Еще мне понравился вопрос, когда я задал, попытался узнать у прокурора, ну вот написано матерное слово, ну хорошо, на картине написано матерное слово, можно законодательно это закрепить и за это сажать в тюрьму, можно сажать за то, что матерное слово написано на заборе. Прокурор мне на совершенно голубом глазу задал вопрос. А вы что считаете, что все, что не запрещено, разрешено? Вот как делается правосудие сегодня в Москве.